Привет, мой дорогой друг! Это Текмнев. Сегодня необычайно крутой понедельник, потому что я сделал кучу дел по работе и есть свободное время записать для тебя видос. Так что ты мой товарищ, мой друг. Сразу, не скупись, подпишись и поставь лайк, и можешь писать снизу комментарий. Мы ведь сегодня будем разбираться в жутко интересной теме. Товарищ или не товарищ для TR4 платформы водоблог от Барович. Это все сильно интересно, и такой ваттер можно купить вместе с промокодом Текмнев в магазине в описи, за что им огромное спасибо, респектую пацанам. И, в общем-то, еще один видос с их помощью сделанный будет выходить скоро о ваттере Корсайр. А пока возвращаемся к главному герою, немного предыстории о Барроу и Барович, и результаты теста, потому что, ну, это сильно интересно. Кстати, вот они тут лежат, и я думаю, вам все понравится. Начнем с того, что Барроу сами по себе довольно-таки крутые ребята. По крайней мере, их резервуары я использовал, и, в частности, в проекте Теория Струм стоит стеклянный резервуар Барроу, который стоил за 2 рубля, по-моему. Также в ВВПСе его брал под проект, и каких-то нареканий к нему нету. Очень крутой качественный ваттер, на котором еще можно менять алюминиевые накладки, которые ни в коем случае не контактируют с жидкостью. Алюминий ведь не бро меди. Но это уже совсем другой разговор и совсем другого видоса, и памятка будет вон там. А мы сейчас имеем дело с ваттером Барович. И вот водоблоки Бэрроу сами по себе довольно-таки дешевые. И Барович это что-то подороже, что-то более лухари. И, возможно, здесь это есть. Все попытки, все возможное закосить под акву тут получилось. Есть у нас экран, верхняя черная крышечка, есть подсветка, хорошо фрезерованный алюминий и круто никелированное медное основание. И давайте все это разберем и посмотрим, что же там внутри. Если говорить про конструкцию, опять же, все очень просто. У нас прямой впрыск идет через реактивную пластину. Между реактивной пластиной и акрилом есть резиночка, что очень хорошо. И для уплотнения, как у всех тайванцев, используется широкая такая толстая резинка, которую очень просто вдеть потом на место. Плюс еще здесь есть экранчик и специальный ключик идет в комплекте, который может менять стиль изображения экрана. Но китайцы, конечно, красавцы или тайванцы, не знаю, как правильно сказать, но в рифму в обоих случаях. Они запилили трехпиновый вентиляторный коннектор. И на коннекторе написали, что no using interface 12 вольт фан. Короче, юзать это нельзя, вентиляторный разъем, потому что это идет для специального переходника, который должен еще световые лучи подсветки передавать сюда. Подсветка у меня, к сожалению, тут не работает, почему не знаю. Может быть дело как раз таки в этой штуке. Но экранчик работает и экранчик переключается специальным ключиком, как в стиле айфона. Три стиля есть и ладно, показывает температуру и внутри как раз таки термодатчик контактирует у нас непосредственно с внутряшкой всего того, что есть там. С обратной стороны, если посмотреть на это все дело, у нас довольно таки обычная разводка. Есть центральный впуск и из каналов, которые у нас нафрезерованы по старому стилю, вырывается вода, объединяясь уже в верхнем отверстии и покидая внутреннее убранство данного ватера. И вот теперь мы заострим внимание на микроканальной структуре, потому что, как по мне, это одно из двух, что в этом водоблоке все портит. Основание и микроканальная структура здесь сделаны по старому типу, екашному, по типу вот этой ванночки с ирокезом из длинных каналов, которые покрывают как раз таки все CCX, которые есть в 3D риппере, что уже хорошо. Но есть одна проблема. Во-первых, при таком впуске и при узеньком довольно таки ряду у нас получается, что не самое лучшее охлаждение. А далее, при том, что у нас толщина водоблока довольно таки большая, глубина фрезеровки не сильно большая, еще каналы выпирают наверх, а маленькая фреза априори не может глубоко проходить. У нас не самая лучшая глубина, да непосредственно, вот чтобы осталось меди немножко и вода проходила максимально близко к процессорной крышке и там вот маленький-маленький зазор оставался. Я думаю, вы сейчас понимаете, о чем я говорю и видео, как выбрать водоблок, было уже и там я касался этой темы. И вот здесь у нас старая микроканалка по своей архитектуре, но каналы, хочу заметить, довольно таки тоненькие и могут потягаться с той же самой аквой и с тем же самым ватерклом. Но есть вторая вот проблема, которая, несмотря на то, что тут в теории все довольно таки неплохо, губит все на корню. Это хлипкие пружинки на винтах, которые еще как будто бы из алюминия сделаны и никакой силы прижима тут нету. Более того, понять какой здесь отпечаток, снимая все это в принципе невозможно, потому что он не придавливается нормально и у нас получаются довольно таки неприятные температуры. И перед тем, как я перейду к температурам, хочется сказать, что здесь скорость потока не режется около 380 литров в час, показал мой стенд. И на удивление это очень высокий показатель, несмотря на то, что довольно таки плотная микроканальная структура, так что сильно резать поток здесь ничего не будет. Но вот, к сожалению, не самый внятный отпечаток, не самый лучший прижим, плюс на морально все-таки старой такой микроканальной структуре, которая вроде бы и новая, но при этом старая, мы получаем температуру во время 20-минутного рендера разогнанного 3D репера в 89 градусов пиковую. При этом на старте температура жидкости у нас была 26 градусов. И, кстати, для удобства я для вас запилил график, а не вот эти все линии, по которым довольно таки сложно смотреть, признаюсь. И мой вывод. Если Баррувич будет стоить в два раза дешевле Аквы, то его экран, его внешний вид, к сожалению, не работающая подсветка, которая не проявила себя никак, если бы она работала в половину стоимости Аквы, этот ватер имеет место быть, имеет место жить. Но если ты берешь 3D репер, ты берешь его для максимальной надежности, стабильности, и тебе нужно. Что? Тебе нужно, чтобы температура была низкая, чтобы в случае троттлинга не произошел какой-то крэш, и, возможно, в разгоне все было бы лучше. И если мы выбираем максимально крутой ватер, то китайская копия Аквы довольно-таки кривая, никак не может называться хорошим вариантом. Неплохой ватер, звезд с небес не хватает, но при этом температуры довольно-таки высокие. Аква и ватеркул, как я уже сказал, намного лучше и предпочтительнее будут. И хочу еще сказать, что впереди у нас Corsair, который удивил меня или не удивил, вы узнаете. Но, честно, я был поражен в какой-то мере тем, что сделал Corsair, и вопросы, почему так сделано, мы с вами будем разбирать уже в следующем видосе. И я думаю, вы заценили, что я их не стал объединять в один, потому что не стоит сильно затягивать, и хорошего всегда понемногу. В общем, увидимся в следующем видео, с вас большой палец вверх, не забываем про подписку и промокод под видео. В общем, всем пока!